вот выходишь с маршрутки остановка лента и все это газовая камера сегодня прям как никогда жгут очень сильно пахнет жаль что камера не передает запах у нас есть рабочая группа создана потом в овраге там что много столярных этих мебельщиков и они сейчас похолодало они сейчас это у нас по закону мы так работаем наиболее характерным загрязняющим веществом которые характерны именно для атмосферного воздуха нового города это является армальдегид при определенных усилиях власти эту проблему можно там за два три четыре года решить все чаще в экологических сводках появляется информация о превышении нормы формальдегида в атмосферном воздухе научными сотрудниками это вещество признано токсичным ядом по воздействию на организм отравление формальдегидом аналогично интоксикации мышьяком его поры влияют на дыхательную систему работу сердца на слизистые глаз и носа 140 тысяч человек 7 квадратных километров в жилых домов и производственных мощностей микрорайон новый город ульяновска задыхается больше 40 лет назад на месте синых покосов и пастбищ развернулась одна из последних гигантских строек советского союза до этого производства масштаба авиационно-промышленного комплекса разрешалось возводить только за уралом и лишь в исключительных случаях в европейской части страны ма пришила ульяновск должен стать таким исключением роскошный подарок малой родине в 1974 году сделал лично министр авиационной промышленности ссср над застройкой района авиастроителей трудились лучшие столичные архитекторы одним из первых в повестке проектировщиков стоял вопрос экологии сэкономить на фильтрах или вывозе технических отходов в то время было невозможно при возведении промышленных труб особое внимание отводилось их высоте дымовая завеса должна была рассеиваться высоко над жилыми постройками со временем невостребованные заводские площади превратились в гаражные кооперативы сегодня за каждым третьим железным засовом работает частный станок как оказалось самое популярное и опасное для легких производства мебельная формальдегиды выделяются из обычной фанеры дсп двп и мдф производственные отходы предприниматели предпочитают не утилизировать а попросту сжигать наш район иногда вот так вот выпускают такие запахи гарри потому что там вот находятся гаражи и их там сжигает мусор похоже потому что запах технический очень-очень едкий косматики сердечники все страдают окно невозможно открыть тут прям утром дымка она еще не успевает рассеяться запах идет из гаражей не думаю а вижу даже на улицу выйдешь рядом с этими гаражами и не пройдешь у нас окна не пластиковые но без щели стеклопакеты хорошие но запах даже вот проникает ночью при закрытых окон окнах а если окно открыто упасть и боже форчика я ночью просыпаюсь сразу закрываю у меня у меня бывают приступы я вообще у меня сердечные заболевания у меня хроническая сердечная недостаточность я начинаю задыхаться особенно это ощущается летом когда в детской комнате особенно должно быть свежо а мы не можем открыть окно и подышать свежим воздухом это визуально это очень заметно потому что огромная дымка именно над гаражами я например проживаю за ленты микрорайон восьмой квартал проспект столыпина непосредственно там запах гарри ощущается ежедневно круглосуточно выходишь с маршрутки остановка лента и все это газовая камера вытираешь даже вот балкон окна летом же как говорится москитные сетки это все закрыто вроде от комары не слетает а вот протираешь видно что вот это вот уже остается пятна эти черные все вот это вот ноги такой нагар как бы наиболее характерным загрязняющим веществом который характерны именно для атмосферного воздуха нового города это является формальдегид наиболее частью мы фиксируем превышение именно по этому веществу последние два превышения были зафиксированы 15 сентября в 7 часов утра 1 и 7 в 1 и 7 раза и 22 сентября в 13 часов дня в 1,3 раза а разовые превышение вот 1 и 3 1 и 7 раза мы просто их фиксируем то есть они утром есть уже в обед мы это превышение не фиксируем в этом и заключается основная проблема мониторинговых структур предприимчивые владельцы гаражного бизнеса отопительные процедуры начинают уже в сумерках и не прекращают до самого утра к визиту инспекторов дым рассеивается проблему запахами решает роза ветров зафиксировать вредоносные выбросы становится возможным только при неблагоприятных погодных условиях когда ветра нет совсем и смрадное облако попросту зависает над городом при этом школьные уроки физкультуры на несвежем воздухе никто не отменял вероятно что такое нпу и как в соответствии с этим должен регулироваться учебный процесс директорам учебных заведений не объясняют между тем при объявлении неблагоприятных погодных условий мчс не рекомендует даже форточки открывать то есть у нас есть рабочая группа создана данную рабочую группу входит значит не только министерство природы в том числе и сотрудники прокуратуры сотрудники налоговой сотрудники росприроднадзора то есть в рамках данной рабочей группы мы еженедельно вне зависимости поступило обращение либо нет осуществляется рейд и мероприятий кадры последствий работы этой мебельной фабрики александр ефремов опубликовал в группе одной из популярных интернет сетей такие домашние видео на сегодняшний день являются самыми надежными доказательствами и поводом для организации выездной санкционной проверки согласно кодекс об административных правонарушениях выброс вредных веществ атмосферный воздух без специального разрешения карается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 180 до 250 тысяч рублей для юридических лиц альтернативой денежным выплатам может стать приостановление деятельности производства до 90 дней когда город засыпает вооружившись фотоаппаратами на борьбу с нарушителями экологической обстановки выходят сами жители фото и видеофиксация впоследствии дает возможность доказать свою правоту в суде грубо говоря он там в темноте которые находятся гаражей вот они самое ну бывает там где частное предприятие у них там какие-то там какие-то конторы вот они бывают что этот дсп до суда доходит все ветер в эту сторону до суда доходит и сильно пахнет чем вообще пахнет ну прям к химии какой-то пахнет на создатели вот на дружбу народов вот там пахнет сильное а больше утром вечером не знаете ночью они жгут мне кажется я тогда ехал утром на работу где-то совсем прям запах такого не окошко круто было а потом я закрыл окошко на машине каждая жалоба поступивший министерство вне зависимости наличия либо отсутствие фотоматериалов она рассматривается в связи с тем что есть 59 федеральный закон это раз и второе органы прокуратуры проверяют министерство на рассмотрение данных жалоб если министерство не имеет жалоб который не рассмотрела либо просрочил сроки дачи ответа то министерство либо сотрудник министерства привлекается к административной ответственности который предусмотрен 5.59 КОАП РФ на часах 7.39 мы сели позавтракать и решили проветрить квартиру но это совершенно невозможно потому что даже закрытыми окнами чувствуется какая-то непонятная жженая пластмасса и мы думаем что это определенно какая-то химия ситуация просто повторяется каждый день и при этом нам говорят что замеры отличные и вообще не к чему придраться и так на часах 18.51 и сейчас решили открыть окно чтобы проветрить комнату что и чтобы запустить свежий воздух квартиру но вместо этого свежего воздуха в квартиру поступает запах жженой пластмассы сегодня прям как никогда жгут очень сильно пахнет жаль что камера не передает запах нам необходимо как уже говорил то есть необходим источник необходимо доказать что он выбрасывается то есть бывают такие ситуации что он шляет выброс ночное время какое-то мы в это время не выехали выехали в другое время он в это время уже не выброс то есть не зафиксировано да в этом проблематика есть но это в это у нас по закону мы так работаем из 2018 года министерство природы вывела из тени и поставила на учет порядка 500 гаражных производств вот этим представителям гаражной экономики нужно какую-то альтернативу предложить то есть им власть говорит что ребята вот здесь работать нельзя вот мы вам создали там другие помещения где можем вам предложить там площади в аренду переходите пожалуйста туда там газовое отопление при определенных усилиях власти эту проблему можно там за 234 года решить два года назад подход к проблеме действительно попытались перенаправить в более конструктивное русло на пенсинском бульваре на территории школы номер 75 появился пункт наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха правда диапазон исследований потенциально опасных веществ ограничили всего семью пунктами оксид углерода диоксид и оксид азота диоксид серы фенол формальдегид и гидрохлорид при этом жители уверяют замеры мобильных выездных лабораторий неоднократно фиксировали воздухе бензоопирен образуется он также посредством горения например все той же древесины только последствия для организма значительно серьезнее именно это вещество вызывает рак всех дыхательных органов если дышать таким воздухом постоянно канцероген начнет разрушать днк потребителя вызывая необратимые мутации которые передаются и последующим поколениям тем не менее свою работу в заданных обстоятельствах гидромедцентр выполняет более чем достойно забор воздуха осуществляют четыре раза в сутки в 7 утра в 13 часов дня в 19 вечера и в час с ночи замер на один поглотитель проводят в течение 20-30 минут затем так называемые колбы рихтера отправляются в лабораторию если в воздухе присутствует формальдегид в данное время при отборе то раствор может окраситься в розоватый цвет опытные образцы доставляют в гидромедцентр каждое утро из всех районов города из поглотителей раствор с частицами воздуха переливают в лабораторные колбы чтобы измерить концентрацию формальдегида в сосуд добавляют 20 процентную серную кислоту с этой минуты до обнародования результатов пройдет порядка пяти часов химическая реакция началась далее келеты с раствором поместят спектр фотометр затем высчитанную оптическую плотность зафиксируют в журнале учета в первую очередь актуальные замеры окажутся в свободном доступе в социальных сетях окончательный результат мы получили примерно через пятнадцать двадцать минут теперь определить вредоносные предприятия помогут данные о направлении витряных порывов пункт наблюдения фиксирует с какой стороны прибыли поры формальдегида остается вычислить потенциальных загрязнителей по карте и провести анализ выброса единственная повышенная концентрацию посчитали мы это было по формальдегида за семь часов утра сегодня результат у нас получился 0,8 пдк полнейшая неопределенность и безрезультативная показательная деятельность требующие миллионы бюджетных средств в конце концов вызвали гнев руководству области за последние две недели профильное министерство стало стремительно терять контроль над ситуацией в промышленном масштабе тем временем экологическое чес из-за разлива дизельного топлива в норильске или 20 сантиметровый слой погибших морских животных на берегу камчатки поначалу тоже пытались списать на сложившиеся обстоятельства или попросту прикрыть решаем массу всяких вопросов а ситуация лучше не становится и вот вчера я с рахматульной там переписывался так судя по ее так сказать ответом они даже уже не знают что делать это никуда не годится поэтому отдельно точно вот надо этот вопрос срочно разбирать и решать потому что вот я не знаю читали вы не читали на той неделе на этой неделе так там про прочитали о том что там да тот же авиастар даже был замечен так сказать там выбросах это шо вообще такое можно сказать просто полнейшее разлив действия так сказать в том числе из крупнее со стороны крупнейших там промышленных предприятий к сожалению хотя бы попытаться выйти за тупиковые рамки стандартных чиновничьих процедур в очередной раз готовы только общественные объединения инициативу выработать рекомендации для органов власти и объединить усилия профильных специалистов с инициативами граждан проявила экологическая палата ульяновской области мы в свое время там людям предлагали в личных сообщениях то есть да давайте пишите нам звоните мы как бы готовы подъезжать реагировать и может быть у вас какие-то предложения есть мы готовы ваше предложение продвигать и люди просто после этого пропадают мы можем даже сейчас прям туда поехать это вот прям вот даже садимся в мою машину и как едем было бы абсурдно упустить такой шанс и как ни странно но в этот раз жители никуда пропадать не собирались более того на стихийную встречу новгородцы пришли с конкретными предложениями вадим программист готов своими силами на муниципальном уровне адаптировать успешный на на опыт столичных коллег московская система мониторинга автоматически измеряет качество воздуха в режиме реального времени все данные открыты их можно отследить на профильном сайте сегодня столичный воздух анализирует 56 автоматических станций контроля загрязнения атмосферы которые вычисляют порядка 20 загрязняющих веществ узнать чем дышит человек в любой точке города возможно при помощи мобильного устройства мы получим в результате приложение который может открыть каждый человек ульяновской области и посмотреть в конкретной точке как в конкретную единицу времени какое значит загрязнение автоматизация системы позволит полностью решить проблему нехватки рабочих рук сегодня инспекторскую деятельность во всем ульяновске осуществляют всего семь специалистов нет смотрите а если вы говорите что можно назначить время пригласить всех себе может можно практическую плоскость вот пригласить туда не только общественную палату людей а сразу пригласить кого-то из властных структур и вместе с ними уже обсудить среди реальных людей я предлагаю сделать это на базе общественной палаты договорились что за стол переговоров граждане министры и депутаты сядут уже до конца октября а мы с чиновников не слезем до тех пор пока они не проведут рейды и пока они не установят не отработают эту жалобу до конца только так нам остается держать руку на пульсе и следить за развитием событий если у вас возникли вопросы по экологии благоустройства состояния улиц в вашем населенном пункте звоните и пишите нам мы постараемся вам помочь а